Вениамин Аркадьевич Казанцев В 1938-1939 годах учился на дневном отделении в Молотовском авиатехникуме в Перми. После окончания работал конструктором на авиазаводе, одновременно учаясь на вечернем отделении техникума. Во время войны в боях с перешедшими в наступление немецкими войсками Вениамин Казанцев обеспечил своевременное открытие огня по скоплению вражеских танков и пехоте. Он руководил разведчиками батарей и управления дивизиона и даже будучи раненым, сам добывал ценные сведения. За этот подвиг был награжден Орденом Красной Звезды. В октябре 1943 года в районе города Любич Черниговской области Украины Казанцев под огнем противника переправился через Днепр и корректировал перестрелку всего полка. За три дня он выявил пять артиллерийских и две минометных батареи противника, шесть дотов, четыре пулемета, за что и получил медаль «За отвагу». А вот в июне 1944 в Польше Вениамин Аркадьевич во время прорыва обороны артиллерийским огнем своей батареи уничтожил два станковых пулемета и подавил огонь дзота противника. С момента атаки нашей пехоты он находился в боевых порядках 2-й роты 2-го батальона 293-го отдельного полка и корректировал артогонь своей батареи на уничтожение огневых средств противника в глубине обороны. За день боев был подавлен огонь одной минометной батареи, уничтожено одно орудие противотанковой обороны и два пулемета. Рассеян и уничтожен взвод пехоты противника, что дало возможность нашим бойцам подавить оборону противника в этом районе. За успешное выполнение задачи Вениамин Казанцев был награжден Орденом Отечественной войны первой степени. В апреле 1945 года он был уволен в запас по ранению. С марта 1946 года работал в МИД СССР. Умер Вениамин Аркадьевич Казанцев в мае 1959 года. «В тот страшный день земля рванула в небо, от грохота застыла в жилых кровь. Июнь, цветущий, сразу канул в неболь, и смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь». Николай Константинович Мызников родился 28 мая 1923 года в городе Щекино Тульской области. С 1940 по июнь 1942 учился в Тульском механико-технологическом техникуме. После его окончания до призыва в армию работал на Тульском оружейном заводе. В свои первые бои Николай принял в Орловско-Курском направлении, воевал в самом масштабном танковом сражении Великой Отечественной под Прохоровкой, участвовал в Белгородско-Харьковской стратегической оборонительной операции, в наступательной операции по разгрому войск вермахта в правобережной Украине, в боях за освобождение, а также в разведывательных и боевых операциях в тылу врага. В конце марта 1945 года, участвуя в Нижнеселесской наступательной операции после прорыва к западному берегу реки Одер, на подступах к территории Германии Николай Мызников получил серьезное ранение и контузию, был направлен в госпиталь. День победы встретил в госпитале в Ростове-на-Дону. После окончания войны Николай Константинович окончил военную академию бронетанковых войск имени Сталина. Продолжал служить в рядах Советской армии. Ушел в отставку в 1976 году в звании полковника, после чего жил и работал в Киеве. Там же продолжил свою трудовую деятельность на Киевском государственном исследовательском заводе «Эталон». Был председателем местного отделения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Награжден медалями и орденами. 24 апреля 2010 года Николая Константиновича Мызникова не стало. Наши пушки вновь заговорили. Враг напал. Мы выступили в бой. В импела прославленных флотилий словно чайки вьются над водой. Родина, тебе мы присягали и, шагая с именем твоим, силы крови, пороха и стали в этой битве снова победим. Андрей Леонтьевич Черныш. Уроженец Саницы-Каневской. В Красную армию был призван в августе 1942-го. Боевой путь прошел в составе Донского фронта и после ранения в 43-м. В составе 2-го украинского в должности телефониста. В уличных боях за Будапешт в 44-м году из ружья уничтожил пулеметную точку противника, обстреливавшую наши боевые порядки. При подходе вражеского танка к советской наступающей пехоте гвардии красноармеец Андрей Черныш в числе других ружей обратил в бегство вражеский танк. За проявленную храбрость и мужество был награжден медалью за отвагу. Окончил войну в звании гвардии младший сержант. За мирное счастье на свете дерется советский народ. И враг его, сеющий ветер, свинцовую бурю пожнет. Мы клялись родимой отчизне и клятву сдержали не раз. Ни крови, ни счастья, ни жизни мы не пожалеем сейчас. Александр Иванович Пигалев родился 12 ноября 1922 года в семье крестьянина в деревне Семенцова. Участник фронтов Великой Отечественной войны с июня 43 по сентябрь 1945 года. Служил летчиком в авиационном красносельском полку. Много пришлось летать на бомбометании и к партизанам, на транспортировку людей и груза, на выброску десантов в тыл врага. Прошел фронтовыми дорогами на западном и восточном фронтах. Воевал в Польше, затем в Германии. Прошел летный путь от Берлина до Шанхая. После окончания войны с японцами остался служить в армии на Дальнем Востоке, в городе Хабаровске. Выполнял особые задания. Уволен в запас был в 1956 году в звании капитана, летчика первого класса. Работал Александр Пигалев на краснодарских хлебозаводах. За долгий и добросовестный труд был награжден медалью «Ветеран труда». В свободное время писал стихи и любил фотографировать. В марте 2006 года, после продолжительной болезни, Александр Иванович скончался. Грохочет 13-й день войны. Ни ночью, ни днем передышки нету. Вздымаются взрывы, слепят ракеты. И нет ни секунды для тишины. Как бьются ребята, представить страшно. Кидаясь в 20-й, 30-й бой за каждую хату, тропинку, пашню, за каждый бугор, что до боли свой. В мае 1942 года Салих Тох был призван в Красную армию. Окончив Грозненское пехотное училище, с июля 43-го сражался на фронте. В составе 398-го стрелкового Одерского полка прошел боевой путь от Ростова до Эльбы. Вырос от командира пулеметного взвода до командира стрелкового батальона, показав себя при этом смелым, решительным и волевым офицером. Успешно выполнял самые опасные боевые задания. По свидетельству однополчанина, в 20 лет стал кавалером четырех орденов Александра Невского Отечественной войны и двух орденов Красной звезды. Пять раз был ранен. В служебной характеристике отмечалось, что он тактически грамотный, дисциплинированный, требовательный к себе и к подчиненным командир. Обладает хорошими организаторскими способностями, ориентируется в любой сложной обстановке, умеет принимать самостоятельные решения и добиваться их выполнения. Среди боевых наград ему особенно был дорог орден Александра Невского. Им награждались люди, которые сочетали в себе личное мужество с оперативным искусством, отвагу с умением бить врага, вдохновение в бою с мудрым расчетом, умение воевать малыми силами с превосходящим числом противника. Еще-то и ночью игры снились детям, но грозным ревом, не пустой игрой ночное небо, взрезав на рассвете, шли самолеты на восток. Иван Феофанович Самарин Смоленинов родился в 1905 году в деревне Тихий Плес Жигаловского района Иркутской области. С ноября 1939 по март 1940 воевал на Советско-финской войне. 3 сентября 1942-го Жигаловским районным военным комиссариатом был призван и отправлен на фронт стрелком. Летом 1943-го был тяжело ранен в бою и находился на лечении в аукционном госпитале. Но наши войска на фронте нуждались в подкреплении, поэтому Ивана Феофановича направили в сформированную 207-ю стрелковую Померанско-краснознаменную дивизию, которая с июня 1943-го входила в состав 5-й армии Западного фронта. В августе того же 1943-го его дивизия начала Спас-Деменскую наступательную операцию. Она была организована с целью освободить Смоленск и разгромить левое крыло немецкой группы армий «Центр». Не допустить переброски ее сил на юго-западное направление, где Красная Армия носила главный удар. 10 августа 1943-го Иван Самарин-Смоленинов героически погиб в бою. Был захоронен в Смоленской области. После войны он был перезахоронен в селе Олексино Смоленской области в братской могиле, в которой покоятся более 5000 советских воинов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова